Книга-притча из 6 глава 26 стих Трудное место, читаем его с библейским порталом Акзегет В переводе российского библейского общества прочитаю Но здесь контекст довольно понятен Просто не ходи к развратным женщинам Ну, чего проще-то? И вдруг неожиданная такая ремарка 26 стих Ведь блудница цена, ломоть хлеба, а за чужую жену заплатишь жизнью Вот прям так звучит, что аж вздрогнешь Слушай, чего ты ходишь к чужой жене? Там тебя ждут неприятности Ну, понятно, ревнивый муж придет, может и убить в ПВХ Или, по крайней мере, такие будут дела, что сам рад не будешь Сходи к блуднице, это стоит краюху хлеба Краюху хлеба, возьми, расплатишься с блудницей Все, утолишь свою потребность и ничего не придется Это в Библии так написано? Это Библия так советует? Вы знаете, если читать буквально, то да И некоторый шок возникает Да, то есть, это реклама блудниц Вот, проституции, простите Совершенно не хочется так думать Давайте прочитаем немножко дальше 27-й Можно ли скрыть огонь за пазухой и не подпалить одежду? Можно ли пройти по горящим уголям и не обжечь ног? Так и с тем, кто ходит в чужое женение Останется безнаказанным, кто ее коснулся И дальше не строго судит вору, что украл с голоду, чтобы только поесть А все же поймают, воздаст всемиро, все свое достояние отдаст Смотрите, вот дальше этот контекст, он говорит о теле человека И о чем-то, что на него влияет Босиком гуляешь по горящим углем Понятно, что будет ожог Вор, которого поймали, его наказывают И, может быть, даже не очень строго, если он с голоду Так, может быть, и избили бы его еще А тут всего лишь оставили всеми радать Но он пошел для того, чтобы, украл для того, чтобы набить свой желудок голодный И ведь это что-то очень похожее Человек, который приходит к развратной женщине Ну, чужая жена, это может быть совершенно неразвратная Но здесь выше она названа довольно подробно Получается, что он, как тот самый вор Может быть, свою какую-то потребность удовлетворяет незаконным путем Или как тот самый, кто ходит по углем Пытается пройтись по ним так, чтобы ничего не было И, смотрите, тогда дело не в том, кому он пошел К замужней женщине, достопочтенной И тогда муж придет, и все будет плохо Или блудница, который для того и стоит там на углу, чтобы кусочком хлеба удовлетвориться А проблема именно в том, что он свое тело связывает вот с этим блудом И он может отдать свою жизнь за то, что стоит куска хлеба За то, что продается по очень недорогой цене Это не значит, иди и покупай по этой недорогой цене Это означает, не ходи по углям Потому что ноги-то у тебя свои Это значит, не воруй даже с голоду Потому что потом придется расплачиваться гораздо сложнее Вот, может быть, один из тех примеров, где буквальное понимание этого стиха В его непосредственном контексте и более широкий контекст дают практически противоположные смыслы Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео Субтитры создавал DimaTorzok